В конфликте между военными и группой разведчиков я поиграл сначала за первых, теперь за вторых. Но на этот раз я намерен решить конфликт мирно. Однако игра, как всегда, преподнесла сюрприз. Будем разбираться. Не забудьте оценить это видео своим лайком. Приятного просмотра. Друзья, я хочу познакомить вас с настоящим симулятором России. Эта игра – идеальный вариант, чтобы почувствовать себя в шкуре другого человека, который может быть кем угодно. Ты можешь пойти в армию и подняться по карьерной лестнице. Можешь стать полицейским, либо же наоборот бандитом. А может ты всегда мечтал подметать дворы? Я же говорил, это симулятор России, а значит и окружение будет для тебя узнаваемым. Родные хрущевки и улочки, пивные ларьки, магазины – все это есть в NextRP. А что по поводу вступить в банду и объявить стрелку другому клану за сфер влияния? Можно. В общем, скачивай игру по ссылке в описании. Тысячи игроков ждут тебя. Ну что, скачал я, в общем-то, спавнер для некоторых вещей. Давно надо было его скачать, во-первых, чтобы заспавнить себе два значка. Напоминаю, что, по сути, мод «Золотой шар» не доделан. Да, тут доделана основная сюжетная линия, но многие второстепенные моменты тут не доделаны. Многие второстепенные квесты. Например, вспомните документы Камерера, которые я уже выкинул. Я их нашел, я их ему сдать не могу. То есть, как бы, это его документы. Да и вообще квест с куклой и с Камерером какой-то странный. Зачем меня кукла просила прийти к Камереру, если Камерер, по сути, хочет ее разобрать? Он ее хотел уничтожить, куклу. А она мне с самого начала игры сказала «Иди к Камереру», вспоминаем. То есть, какая-то несуразица, как-то логически не состыковывается. И даже если там мы отказываемся ему давать куклу, то, в принципе, все. Как бы, ну нет, нет, все. Дальше квест замирает, и документы Камерера ты уже никуда деть не можешь. Я их выкинул, напоминаю, на этой локации. Я-то к чему? Мод не доделан. И я не могу получить второй и десятый значок. Соответственно, я не могу выполнить одно из достижений, которое дается за сбор всех этих значков. Поэтому я себе сейчас заспамню эти значки. Я надеюсь, что ни у кого претензий не будет. Тем более, что большинство комментариев, когда я спрашивал, будем мы спамнер использовать или нет, сказали, что да, давай. Опять-таки, буду я его использовать исключительно, когда по-другому поступить нельзя. Вот эти 10 значков в список. Я не знаю, в каком порядке они тут сделаны. Поэтому я, пожалуй, вот второй себе сделаю, получить. И десятый, получить. Все, сворачиваем и смотрим. Ага, десятый как бы есть, а вот второй нет. То есть, что-то не то я заспавнил. Я могу его выбросить. Опа-опа-опа, смотри, куда он покатился. Он теперь просто по полу будет кататься? Конечно, страшно, что я могу что-нибудь сломать тем, что заспавнил что-то не то. Но, с другой стороны, как бы, а что делать? Наспавнил я нужный значок. Ну вот, в принципе, все. Теперь, с помощью аномального значка, что я могу делать? Давайте, во-первых, прочитаем описание этого достижения. Любопытный. Вы, любопытный человек. Потратив свое время на сбор бесполезных, на первый взгляд, предметов, вы получили способность превращать одни артефакты в другие, используя аномальный альбом «Артефакт». Вот этот аномальный альбом. Теперь в нем нет значков. Теперь он может превращать что-то во что-то. Но артефакты в другие артефакты. Например, угольки в Аскалину. Уголек плюс Аскалина. Смола. Два щебня. Клубок. Щебень-клубок. Куриный бог. В принципе, у нас все это есть, да? И корона, и каштан, гриб. Бублик. Ну, вот я не помню, был ли у меня бублик. То есть, в принципе, я так понял, тут нет каких-то уникальных артефактов. То есть, ты можешь просто из более слабых более сильно делать. Как бы, стекляшка слабее слезы. Ну, и вот и две стекляшки слеза. Или там, стекляшка слеза линза. Ну, то есть, никаких уникальных тут, к сожалению, артов нет. То есть, по сути, бонус-то, ну, наверное, полезный в некоторых моментах. Ладно. Теперь у меня несколько ненужных значков, пока я искал, какой нужен. Наспавнил себе несколько лишних. Их я просто продаю товарищу. Надеюсь, что игра никак не вылетит. Что мы делаем дальше? Дальше. Этот человек мне должен дать ключ от этой двери. Я ее могу открыть без ключа. Но это какой-то баг, опять-таки, потому что мод недоделанный. Нужен ключ. Чтобы получить ключ, нужно выполнить его квест, принести ему документы. Чтобы принести документы, надо вызвать хрепастого хрю. Который, во-первых, неизвестно, вызовется ли еще. Потому что в темной долине он не вызывался из-за того, что он завис на свалке. Во-вторых, нам нужно проникнуть в вагон для начала, чтобы вызвать хрепастого хрю. А ключ от вагона у меня отсутствует. И вот чтобы его получить, сейчас мы с вами пойдем в одно место, предварительно обыскав вот тут вот бронетранспортер. В который, я надеюсь, что-то спрятали или как? Он вообще обыскивается? Вы хотите сказать, что если я выполнил квест, то я не могу обыскивать бронетранспортеру, правильно? Так, ребят, похоже на то. О, кстати, физика. К сожалению, видимо, да, я не могу никак об... Опа. Нет, все, обыскал все-таки. Подбираем какие-то патроны. Ничего тут существенного такого прям нет, но что добру пропадать? Тут 80 таких. Вообще, когда я отыгрывал за военных в позапрошлой серии, я подобрал берданку с одного из вот этих вот повстанцев. И я думал, что уже стрелять в берданке. Но, как видите, переиграл. На этот раз я играю без нее. Но вообще, опять-таки, делайте скидку на то, что мод не закончен. Достижения тут вообще абы как получаются. То есть, опа, кстати, броня просто тут в ячке лежала. Есть подозрения такие, что вообще в счет достижений... Взрывчатка? Да, и детонатор. В счет достижений не идут, например, боевики. Как вам такое, а? И при этом нигде не указано, что боевики исключаются из подсчета. Что нужно вот только вот этих вот мочить. Это вообще как понимать? Так что, да, нужен этому моду ремастер или ремейк какой-нибудь, чтобы переработать все аспекты недоделанные. Эти колбы я вроде как ученым должен сдать. Которых, опять-таки, надо вызвать по компьютеру. Ладно. Смотри, что он там оставил. Посмотрим. Тут еще какая-то. Тут еще какое-то количество патронов. И полезные 939-е. Мне надо. Итак, что же он там оставил? Рюкзак упал. Я его подбираю. Ибо профин, сырок, водка, артефакт джаба. Как я и говорил раньше, экономика в этом моде это что-то эфемерное. Потому что невозможно тут быть в дефиците. Невозможно тут быть без денег. Пробуй пробегать мимо вот этих вот аномалий. Как же я их не люблю. Воры артефактов. И все, проходим. Направляемся мы с вами в то место, где была группа. Которой мы помогли улететь отсюда. Ну и которая нам взамен помогла разрядить эту аномалию. А вот и документы Камерера лежат. А пока мы бежим, хочу вам сказать спасибо за то, что вы поддерживаете серии Золотого Шара своими лайками. Если бы не вы, я не знаю, прошел бы я его полностью. Учитывая все моменты, которые тут были. Все эти вылеты, непонятные ситуации. Так что своими лайками вы поддерживаете во мне энтузиазм. Спасибо. Ну и у нас тут сидит почему-то Иван. Порядок? Да. Влетели наши авиаторы. Только пыль столбом. А ты что? Решил остаться? Много дел еще сделать надо. Я смотрю, что ты помогаешь нашему брату-разведчику. За это я дам тебе доступ в свое убежище. Вот ключ от двери. Оно находится в вагончике недалеко от того места, где была гравитационная аномалия. До встречи. Вот таким вот образом мы получаем от него ключ. Тут все еще остается какое-то количество добра. Ну и все. Теперь, по идее, я должен вызвать хрепастого хрю. Получится ли? Итак, открываем дверь. Все. Я теперь могу заходить в убежище. Окна закрыты с одной стороны, с другой нет. Далее. Вода. Ящик, в который можно что-то частично сложить. Ну и ноутбук. Клиентура. Хрепастый хрю. Все. Он залагал. И я его никак не вызову. Из-за того, что, ну, сами знаете из-за чего. Он сейчас на свалке отдыхает. Что в этой ситуации делать? А делать тут только одно. Во-первых, давай ученых вызовем, доктора Пильмана. Я отправил к вашему примерному местоположению своего ассистента. Все, давай. Также я лишнее барахнишку пока складываю, пока ассистент доезжает. Так, ну и что? Я стою-стою, а ассистентов никаких нет. Алло, доктор Пильман. И вы залагали, вы хотите сказать? Похоже, что и доктор Пильман залагал. Потому что нет его. Хорошо. Тогда мы просто идем обратно к тому военному на военной базе и разговариваем. Внимательный смотрим на карту. Никаких отметок нет. Так что да. Сохраняемся перед этим. Говорим с ним. А, нужно же сначала использовать артефакт смешанной группы. Что тебе терять? Знаю. Хорошо. До встречи. Значит, он просит с меня 50 тысяч сделать заказ у хрепастого хью. А я вот эти пункты уже не выполнил. Как же быть? Дождаться, когда он сделает. Забрать у хью готовый паспорт. Отдать деньги и документы прапорщику. Давайте попробуем заспамнить паспорт и посмотреть, что будет. Тут, конечно, есть паспорт. Но это, по-моему, не тот. Это паспорт гражданина СССР. А это вообще не то, что нужно. Поддельные документы на имя Щербакова. Вот. Думаю, это то, что нам нужно получить. Так. Но нет, это тоже не работает. Хотя, вроде как, поддельные. Нет, с ними никак это не обсуждается. В общем, опять-таки, я почитал. Возможно, даже эти те самые документы, которые нужны. Но они же поддельные. Зачем еще нужны поддельные документы, верно? Вот только есть одно но. Этот квест просто банально не работает. То есть спавн не поможет. Поэтому я отгружаюсь. Я почитал на форуме, что пишут ребята. Говорят, даже спавн паспорта не помогает. Просто у прапорщика не появляется диалог. Что мы сейчас видели. Так что, ребята, как-то так. Ну, наверное, ему тогда надо попытаться угрожать. А то пристрелю. Ты что, охренел? Думай, как следует. Пошел ты. Я думал, ты нормальный мужик. Всем помогает, что ты оказался последним мудаком. А, и он краснеет? Так, в смысле, он же бессмертный. Но он мне, типа, ключи дает. Ну нет, видишь, это совсем плохой исход. Поэтому этот квест мы оставляем висеть в воздухе. И уж на то, если пошло, просто телепортируемся к компьютеру. Да, ну не доделан мод. Что теперь поделать? Такие вот дела. Все, да, оставайся. Я же использую артефакт стеклянной группы. Перемещаюсь к системному блоку. Поступаю не очень хорошо. Но, по идее, никакие скрипты из-за этого сломаться не должны. Используем. Опа, пошла какая-то тревога. Электронный накопитель, предмет получен. В принципе, тут больше ловить нечего. Закрываем. И выходим обратно. Также стеклянная группа. Опа, а у меня нет стеклянной группы. Ну слушай. А я боюсь открывать. Да ничего не будет, я думаю. Открывай. Обратно уже не закрывается. С ним все так же висит диалог. У нас в любом случае есть электронный накопитель. Орел сирена. Тут тоже можно открыть без ключа. Тут у нас пулемет целый. Ничего себе. Тоже забираем. Но что, все равно как-то уже все тухло. И непонятно. Ну и бежим с этим электронным накопителем к военным. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что это 42 серия. Этот мод идет на рекорд. Потому что рекорд моих прохождений. Это один мод я проходил 42 серии. Не помню, как он называется. CJM, по-моему. Я проходил 42 серии. И вот это тоже 42. И явно будет 43. То есть этот мод побьет рекорд. Представляешь, 40 дней. Я даже сам. Это у меня в голове не вписывается. Я уже в этот мод поселился. Больше месяца я его снимаю. Вот такие дела, ребят. Что вы думаете по этому поводу? Воу-воу-воу. А что он так легко передвигается? Смотри. Очень легко. Видимо, вес как-то обнулили у этого стака бетона. 40 серий. Это не шутки. Только не знаю все равно, как я смогу пройти к военным. Они же меня все равно не пустят. Территория заминирована. Ну-ну. Вот видишь, опять доктор Пильман. А где вы от доктора Пильмана? Непонятно. Короче, какой-то баг. Ну что, пробуем пройти. Если нет, то скорее всего нужно идти к тем ребятам на другом хуторе. В прошлый раз я вот так проходил спокойной душой. Нет, все-таки надо идти. Ну что ж ты будешь делать? Вот это максимально неощевидно. Как бы я вообще понял, что таким образом можно мирно решить? Мирно решить, я сказал им. Все. И после этого делай, что хочешь. Непонятно, что делать. Также не очень понятно с этой вот ступой. Вот они улетают на этом вертолете своем. И все. Как ты поймешь, что нужно идти обратно? Об этом не шло речи даже, что кто-то остается. После того, как они улетели, никто тебе не прислал смс-ку, что Я тут нахожусь. Приходи. То есть у человека встанет сюжет после этого. И человек не будет знать, что делать. И будет лезть в интернет. Ладно. А может сейчас опять какие-то скрипты не сработали? Типа из-за того, что я незаконным путем проник. Ой, не знаю, не знаю. Так, смотрим. Мне удалось кое-что нарыть. Например. Занятную информацию. Оказывается, вояки летели сюда, чтобы забрать какие-то секретные сведения из воинской части. Ага, вон оно что. Вряд ли они нашли их. Потому что, судя по моим сведениям, сидят они в убежище безвылазно. Разве что нашелся какой-то смельчак, который сам нашелся. Электронный блок памяти с нужной инфой у меня. Шустрый ты тип, Жекан. Раз так, то мы должны использовать этот козырь, чтобы заставить этих солдафонов, убраться отсюда. Однако, есть один нюанс. Мой разведчик сумел подобраться к их нему убежищу и рассмотрел в бинокль, что командир-то их оказывается ранен, скорее всего контужен при посадке. Заправляет у них какой-то сержант. Это хреново, потому что вряд ли он, как младший офицер, в курсе истинной цели операции. Если ты принесешь ему эту фиговину, которую нашел, то он просто ничего не поймет. Что предлагаешь? Надо сделать так, чтобы командир их снова был в строю и принял командование. Это сложно, но если мы хотим решить этот вопрос мирно, то надо устроить все именно так. Так, приберись к нему в убежище и разведай ситуацию. Кажется, они там все подходы заминировали. Возьми этот миноискатель. Удачи. Ну, спасибо. До встречи. Вот такие его дела. И уже с этим нам нужно туда идти. А миноискатель-то как его использовать? Слот ставить или что? Да нет. Да, его надо ставить в слот. Да, начинаю фиксировать мины. Опа, вот тут можно пройти вроде как. А, ну-ка. Ага, и все, дальше нет мин. Эм, ладно. То есть я все это время мог так проходить. А, да не, они скорее всего поисчезали. Видишь, что тоже теперь нет мины. А до миноискателя, скорее всего, все по скриптам тут было заделано. Так, с ним опять можно поговорить. Как обстановка? Что с командиром? Контузия, сотрясение мозга. Стоп, я приказываю тебе немедленно сдать оружие. Это еще зачем? За дурака меня считаешь? Знай, откуда ты приперся. Из лагеря тех гадов. Оружие на землю, руки за голову, быстро. Эй, бойцы, хватай этого сепара. Ты что, совсем обалдел? Руки за голову на. Все, я ничего не могу делать. Взяли меня в плен. Опа. А за что, непонятно. Где я? Ты недалеко от нашего убежища. Сержант приказал мне отвезти тебя сюда и расстрелять. Чего ты ждешь? Ничего. Я прослушал твой с ним разговор. Понимаешь, я не хочу сидеть здесь вечно. Я домой хочу. Меня невеста ждет. Наш командир контужен. А сержант этим пользуется и заставляет нас торчать тут и охранять непонятно что. Он говорит, что на нас напали те анархисты. Но это неправда. Я точно помню, что они сперва хотели поговорить. Этот сержант реально двинутый по фазе. Он какой-то психованный. Продолжай. В общем, я сейчас пальну в воздух, а ты сваливай. Больше ничего предложить не могу. Спасибо, но как можно помочь вашему командиру? У него сотрясение мозга. Необходим сильный препарат стимулятора. Но у нас такого нет. Правда, в вертолете, на котором мы прилетели, был ящик с медикаментами. Можешь поискать его. Я видел, как он вываливался из кабины. Постараюсь его достать. Ящик с предметами на карте. Опа, а у меня все отняли. Прикол. Ладно, боец, давай. О чем в воздух ты не стрельнул? А вот не знаю. Тайничок. Ящик с медикаментами. Мне даже не оставили, как от мину идти. Но мы, в принципе, знаем. Так, я хочу сначала обыскать тайник разведчика. Я, кстати, уже не очень помню какого. По-моему, того, что я спас с дерева, да? В бревне. Посмотрим, что там за вещи могут лежать. А, тут оказывается у нас аномалия. Ладно, тогда я сюда не пойду. Опять его аномалия попала. Я, короче, теперь буду постоянно в них попадать. Находим тут очень много медицины. И стимулятор. Все, берем и возвращаемся. Ну что, пробуем? Проходим снова. И... Подожди, я могу тут, а могу... Может быть, сюда подойти? Нет, он мне уже ничего не говорит, никак на меня. А, нет, все-таки он на меня среагировал. То есть, надо ему на глаза не попадаться. Логично. Так, идем к майору. Майор, очнись. Применить стимулятор. О, моя голова. Что произошло? Мы уже приземлились. Приземлились вы давно. Теперь нужно думать, что делать дальше. Я нашел тело полковника. Я знаю, зачем вы сюда летели. Блок памяти у меня. Да, хреново, что ты цивильный. Оказался в курсе дел. Так или иначе, ты должен отдать этот предмет мне. С радостью. Но что вы будете делать дальше? Разве я должен ставить тебя в известность по поводу моих планов? Меня интересует только одно. Как скоро вы отсюда уйдете? Одним людям вы здорово мешаете. Уходить я не собираюсь. Почему? Я летел сюда за тем, чтобы остаться в зоне и бороться с ней изнутри. Тем бойцам, которые не разделяют моих взглядов, я дам свободу действий. Пускай идут к точке эвакуации. А я и мои единомышленники останутся здесь и будут бороться с мутантами и незаконной добычей артефактов. Это мой долг. Тем, кто тебя прислал, скажи, что мне теперь не до них. Так что пусть не переживают. Я смотрю, травма не прошла даром для твоего здоровья. Всё, потерян предмет, до встречи, ага. А мои предметы? Поговорить с атаманом. Нет, и всё хорошо, отдайте мне мои вещи. А, он пропал что ли? Да. Ладно, мне теперь заново надо выстраивать артефакты, которые у меня до этого стояли. Ну, атаман, можешь расслабиться. Давай, обрадуй меня. Вояки ушли. Не все, конечно, но самые ярые точно. Нападать они не станут. Замечательно же, Канн. Ты очень серьёзно помог нам, в нашей маленькой, но гордой республике. Все эти игры не для меня. Вижу, что это не твоё. Но без награды я тебя не отпущу. Спасибо. Эммочка, патроны и, в принципе, всё. До встречи. С этим покончено. Квестов, я так понял, тут дальше нет. Ну, как бы да, достижение Патриот я не получил. Не сыграв за этих, не сыграв за тех. Хотя, возможно, там надо было полностью как-то ветку завершить. Но как? Не знаю, в общем. Получилось, что получилось. Смотри, какой мачете взял. Зачем тебе мачете в зоне такое огромное? Ты кого собрался лупасить им? Ну, ты клоун, Миша Яр. Дальше что? А дальше нам нужно идти к Яру и, в принципе, отправляться на другую локацию, потому что делать нечего. Ну, тайник разведчика, не знаю, ребят, а смысл есть его брать? Я вообще не понимаю, зачем я обыскиваю эти тайники. Я просто собираю из них добро и свожу в одну точку, например, вагончик. А зачем я на это трачу время? Да? Да. А, так тайник со всех сторон окружён аномалиями. Кроме вот этой, что ли, стороны. Что-то я не очень пойму. Ну да, тут вроде бы можно подойти к нему аккуратно и посмотреть, что там такое прячется. А тут, ух ты, Сева. Ну, Севу я уже и раньше находил. Ну, не знаю, может, нам пригодится дальше. Эмочку, наверное, я себе уж оставлю. Хочу чего-то, кроме винтареза, надо пострелять. Я направляюсь к Абдулю. Кстати, вот эта часть локации вообще никак не была задействована. Вообще, конечно, какая-то странная выглядит труба. Вот, смотри, они прямо идут с чёткой линией и уходят в итоге сюда. О чём бы это могло говорить? Без понятия. А вот и я. Рад видеть живым. Пока ты ходил, аномалия разрядилась. Твоих рук дело? Да, пришлось побегать. В общем, никаких специальных материалов не понадобилось. Оказывается, Теслы подпитывались от того же источника, что и радиоантенны в части. Хитро сделано. Кто-то явно знал все местные объекты. Впрочем, после второй аварии в руках агентов учёного остались многие секретные документы и карты. Так что... Так мы идём дальше на север или нет? Ну, естественно, нужно остановить главного учёного, иначе он наделает делов. А что за местность у нас на пути? Вот, посмотри на карту. Это небольшой лесок на подступах к Припяти. Мы обойдём его окружным путём, потому что там очень много мутантов. Есть ещё какая-то военная... Есть ещё какая-то военная база. Ну, туда нам не надо. Дорога в Припять проходит восточнее. Выдвигаемся. До встречи. Ну, вот и всё. Теперь мы с вами направляемся на локацию Радар. Посмотрим, что там и как. Так он никуда не идёт. Он просто сидит и смотрит. Может быть, мне надо самому туда пройти? Я, в принципе, могу. Тут хоть и переход не отмечается, но он, скорее всего, есть. Поэтому пошли. Впереди какую-то аномалию. Вижу газировка. Ну и всё, переходим. Тайник первопроходца добавлена метка. Не понял. Какой ещё тайник первопроходца? Воу-воу-воу. Что это такое со мной? А это, что ли, тайник первопроходца? Рад в рекер Докс Треащуре. Ё-моё, как меня трясёт. Я даже с ним поговорить-то и не могу. Что-то со мной, в общем-то, не так. В итоге я вырубаюсь. Очнулся в каком-то автобусе. Передо мной стоит призрак, что ли, не пойму. Мы где? Ё-моё. Мы находимся где-то вообще непонятно где. А, ну под картой. Ладно, под картой, так под картой. А именно тут. Хорошо. Главный учёный. А вот и ты. Где я? Кто ты такой? Что произошло? Сейчас мы с тобой находимся внутри твоего сознания. Перед тобой главный учёный. Я вызвал тебя с одной целью. Получить информацию. Какую? Я хочу знать о тебе всё. Кто ты такой? Чем жил и живёшь? Зачем пришёл в зону? С какой стати? Чтобы взять тебя под контроль. Я здесь царь и бог. Контролирую сознание всех людей. Находящихся в районе ЧАЭС и Припяти. Однако тебя подчинить мне не удалось. И я хочу выяснить почему. Для этого мне надо видеть твоё прошлое. Кто ты такой? Говори. Нет, я не скажу тебе ничего. Зачем ты здесь? Для чего тебе золотой шар? Какое желание ведёт тебя к нему? Не твоё дело. Вот как? Если не хочешь по-хорошему, я остановлю тебя. Твои люди мне не помеха. Я активировал протокол Феникс. Однако у тебя есть шанс спасти свою жизнь. Просто уйди из зоны. Откажись от своей цели. Ни за что. Дружище. Я? Тут? То есть я как бы никуда не перемещался. Блин, что только что произошло? Ты упал. Потерял сознание. Затем начал что-то бормотать. Странное везение. Незнакомое место и призрачный человек. Всё ясно. Это главный учёный. Он пытался наладить с тобой телепатическую связь. Что он тебе сказал? Он разговаривал со мной. Пытался выведать что-то обо мне. Узнать мою прошлую жизнь. Это была попытка взять тебя под контроль. По какой-то причине твой разум не поддаётся влиянию псеволон учёного, распространяемых кристаллами гамма-вещества. И он попытался установить над тобой контроль лично. К счастью, это у него не получилось. Иначе твоя песенка была бы спета. Плохо помню, но кажется он говорил о каком-то фениксе. Феникс? Это его лучший агент. Профессионал. Он вооружён каким-то уникальным экспериментальным оружием, которое пробивает любую защиту. Если он выпустит феникса и охотится за нами, то нам не сдобровать. Что предложишь? Дорога в обход леса одна. И на ней нам точно застроят засаду. Поэтому нужно идти через лес. Так нас сложнее будет засечь. Не заблуемся? Нет, карта у меня есть. Пошли. Хорошо, веди. Такие вот дела. Феникс, значит. Будет ли кто-то стоять на блокпосту? Вижу дым от костра, но людей не фиксирую. Он, конечно, еле-еле идёт. Я пока подойду к блокпосту, посмотрю, что тут. Так, ящик с аптечкой армейской. Ну и в принципе ничего. Много коробок, которых я трогать не буду. А зачем? Может вообще отсюда можно? О как. Да, можно. Запрыгнусь наверх. Ладно, давай возьмём эмочку в руки. Она только по три стреляет патрона. Ну, любой одиночный режим. Но у неё бешеный разброс. Смотри, я просто иду, уже на весь экран растягивается. Ну, практически на весь экран. Прицел. Если я бегу, то вообще ужас. И сводится она очень долго. Вот это прикол. Ну, давай. Да ты серьёзно, что ли? Он прямо подо мной появился. Там ещё и взрывается что-то попутно. Давай ещё раз. Готов. Ещё есть один. Готов. Это первая засада на нас. Они прямо буквально из-за ниоткуда появились. Иска я с очков у него с прицелом, кстати. Ты цел? Уша сленит. Кажется, меня контузило. Хреново дело. Да, теперь я уже не боец. Извини, что так получилось. Это всё главное учёный. Однако я должен довести тебя до Припяти. Чёрт, ноги подкашиваются. Не могу. Тебе нужно оклематься. Спрячься в этой будке и жди меня здесь. А я проверю, что там дальше. Заодно очищу путь от агентов. Хорошо. Что ты должен устранить Феникса? Пока он на нашем пути, спокойно путешествовать мы не сможем. Где его найти? Дай-ка подумать. В общем, всё, что я помню, это то, что у агентов был тайный лагерь где-то в лесу у рухнувшего вертолёта. Проверь это место. Скорее всего, Феникс находится там. Будь осторожен. Он отлично пользуется этой костюмом. Постарайся попасть ему в голову, чтобы ошеломить. Да, и ещё одно. Если вдруг со мной что-то случится, и тебе придётся самостоятельно добираться до Припяти, запиши эти координаты. Это мой личный схром, который я оборудовал в одной из квартир города. Там ты найдёшь немного снаряги и инструкцию, как действовать дальше. Хорошо. Вот и всё. Дальше я сам. А что тут за отметка стоит? А, это типа где он находится, что ли, не пойму? Ну да, это он. Поговорить с Абдулем. Здесь нам надо уничтожить агентов. Ну что, пойдём. Патронов у меня мало к моему стволу, поэтому придётся винтарезы в руки брать. Тут вообще какой-то ужас, смотри. Там вроде бы рюкзак, но в то же время тут непонятно, что Рой летает. Стой, а Рой разве? У меня же есть улей. Ага. ПДА и антирад. Найди остальные три части этой информации и получишь кое-что ценное. Радар, выживший, первая часть. Так, что там? Меня зовут Арсений Павлов. Я младший научный сотрудник НИИ ВНПРОМ. Мы летели на полигон под Припятью для того, чтобы провести испытания некого прототипа. Наш руководитель, профессор Рудковский, на несколько дней назад получил распоряжение продоставить нашу секретную разработку для полевых испытаний. С собой он решил взять меня, как своего ассистента, и еще двоих сотрудников нашего отдела. Инженеров Никитина и Шварца. Для меня дошли слухи, что военные выделят для испытания нескольких дрессированных собак. Боюсь, что им придется пропрощаться со своими овчарками, потому что профессор перед вылетом выкрутил мощность пульсатора прототипа на максимум. Понял. А где остальные записки? Так, вроде пробегаю. Может в ту будку попробовать зайти? Собаки, останьте. В этой будке тоже, наверное, может что-то быть. В этой будке... Ничего, лучше бы он в эту будку пришел, мне кажется. Тут меньше шанс кого-то встретить. Ладно. Мы с вами направляемся сейчас в сторону упавшего вертолета. А это что такое? Ученец упавшего вертолета. А, они на карте что ли отмечаются? Да это что? Я-то думал, придется искать ходить. Они, оказывается, отмечаются. Ну ладно, сначала все-таки, я думаю, с Фениксом подеремся. С этой заразой надо что-то решать. Уже отсюда вижу вертолет. Вон он. Меня уже кто-то видит. Понятно, снорк. Тащи, в аномалию попал, зараза. Красота. В полете уничтожен. Так, ну и что? Я около вертолета? А тут никого нет. Видимо, мне нужно прямо к нему подойти, и кто-то да появится. Если смотреть контакты, то это уже пусто. Ну вы меня что, подставить хотите, да? А мне вот подставляться не хочется. Тут какие-то приборчики, контейнеры, ящик с патронами и медициной. Так, немножко. Можно даже поспать. Видимо, если ночью. Ну а мне что, прямо на вертолет лезть? Эй, посторожнее! Стреляй ему в голову, тогда он не сможет воспользоваться телепортом. А где он? Или мне нужно именно залезть и его заметить? А вот я его не вижу. Противник ускользнул. А куда он скользнул-то? Так, ну а вроде голову попал. Где теперь зараза? Ну и что? Что он остановился? Музыка тоже остановилась. Сдаюсь. Тьфу ты, сдаюсь, блин. Мне кажется, это какая-то обманка. Феникс, привет. Попался, гад! Говорите, находится главный ученый. А ты смешной. Отвечай, а то пожалеешь. Золотой шар, я иду к тебе. Ты куда это собрался? Сейчас жмыхнет. Он с гаусски хочет застрелиться? Это вообще как? Застрелиться с гаусс-пушки. Да, обновлено дуэль. У него мы находим Т-костюмчик, вот эти всякие заряды. Т-костюм я вообще не пользуюсь. Аж два пистолета. Морфинчик. Ну, такие всякие, конечно, мы штуки забираем, типа медицина. Все остальное пусть оставляет себе. Что там за пушка? Изделие номер 59. 59. Теперь что? Поговорить с обдурем. Что у меня плохое предчувствие по поводу него? Возвращаюсь обратно. А тут никого. Только записка. Надо замаскараться под агента и проникнуть в их ряды. Опа, противогаз зачем-то. Эту коробку я вроде разбивал, но опять целая. Заложник. Проникнуть в подземный комплекс. Что по записке? А тут нет записки, подожди. Я же ее подобрал. Вроде подобрал, а вроде как ее и нет в инвентаре. Либо я слепой. Нашего напарника Абдуля. Кого нашего? Я один здесь. Похитили агента ученого. Он успел оставить записку, в которой указал свое местоположение. Необходимо выручить Абдуля из плена живым. В общем, идти надо в подземный комплекс. Проникнуть в подземный комплекс, найти, освободить, сбежать. Что значит замаскироваться, я сейчас вообще не понял. Только что мне где-то было это написано. Вот с этого момента поподробнее.